— Вообще удивительно, что 50 с лишним лет Куба выставила в отсутствие отношений с главной региональной державой США. — Понятно, что там был Советский Союз, но и после Советского Союза 25 лет прошло, и тем не менее это случилось только сейчас. И в этом смысле определенный запас прочности, в том числе и идеологический, на Кубе был. — Другой вопрос, что, конечно, лидеры стареют, мир вокруг меняется, а США там, где она и есть. — Это первое. Я думаю, что кубинцы руководствуются чисто прагматическими соображениями. Невозможно развиваться в том регионе, в том месте, в котором находится Куба, не имея взаимоотношений с главной региональной державой. — Это первое. Второе. То, что касается США. США сосредотачивается в своем регионе, опять же, как крупная региональная или главная региональная держава. И, конечно, для США вопрос Кубы всегда был принципиальный. Потом именно Куба, на мой взгляд, стала той дверью, через которую уже в новейшей истории Россия вошла в Латинскую Америку, вошла в страны Альба. — И США, конечно, не закроют эту дверь, но прикрыть ее максимально им бы хотелось. Их, конечно, раздражает наше активное присутствие в крупных латиноамериканских странах, которые США, наверное, исходя из их интересов, справедливо считают своими закромами или своими консервами. — И, конечно, их это раздражает. И потом, понимаете, это своего рода, ну, такой в англо-санксонской политической логике, это своего рода такие зеркала. То есть, а, Россия пошла, значит, в Латинскую Америку, в наши закрома, тогда мы пойдем в СНГ, в Украину и дальше. — Конечно, американцам очень хочется это сделать. Это только пока декларация, это только пока открытие посольств, да, то есть это какие-то там визовые дела, еще что-то. Там очень много проблем. Проблем, причем там целый пакет законодательных, вот, блокирующих экономику Кубы в США, действующих, которые невозможно отменить там ни за день, ни за месяц, даже за год. Вот, я думаю, невозможно отменить. Если сейчас вдруг Обаме сильно понадобится, так сказать, вот послабление этих отношений, он не договорится с Конгрессом, понимаете? То есть, это само по себе очень длительное мероприятие, вот эти согласительные процедуры. Плюс они запросят такую цену, которую он не сможет заплатить. И я не думаю, что вот эти американо-кубинские отношения изменятся мгновенно, да, или принципиально что-то поменяется вот в жизни простых кубинцев. Конечно, так сказать, американцы будут туда экспортировать свои любимые технологии с разнообразными фондами и так далее. Обратите внимание, вот, несмотря на все запреты, один из первых таких, как бы, фейворов, да, со стороны США, это разблокирование поставки телекоммуникационного оборудования на Кубу, да. Ну, с одной стороны, вроде бы как прогресс и хорошо, а с другой стороны, правильно, им же нужны, так сказать, интернет и телефоны, чтобы каким-то образом применять свои технологии. Вот, поэтому я думаю, что с одной стороны кубинцев ждет новая интересная жизнь, от которой они уже за эти 50 лет успели отвыкнуть, да, так сказать, живя в условно другой реальности. А с другой стороны, их, конечно, ждут новые вызовы, вызовы, так сказать, проверка на прочность, на прочность режима, на прочность государственности как таковой. Ну, а что, в этом, наверное, так сказать, и есть смысл.